Меня зовут Анна Ладошкина, я занимаюсь веб-разработкой, в том числе и для Теплицы. Занимаюсь веб-разработкой проектов, преимущественно это сайты, но не только, для некоммерческих организаций, которые работают в нашей стране. Занимаюсь этим в течение уже нескольких лет, и помимо всего, всякого, чего можно в этой области сделать, мы еще в Теплице ведем консультации, обсуждаем с вами, возможно, даже уже обсуждали с вашими коллегами, что, какие проблемы существуют в той ситуации, когда некоммерческая организация пытается выйти в интернет. И, конечно, вот эти проблемы, которые мы анализируем, из этого произрастает наш опыт, и мы видим, как вообще люди думают, что им интересно, что им неинтересно, какие встречаются сложности, но это опыт такого немного прошлого. Нам сегодня, поскольку у нас такое небольшое отчетно-перевыборное собрание, нам хочется не только поговорить о том, чего мы достигли, какие у нас были достижения, показатели, нам хочется заглянуть еще немножко в будущее, что же нас там ожидает. Что может там с нами происходить? Хочется помечтать, я не знаю, о космосе, о роботах, о чем-то прекрасном, но поскольку у нас что-то такое вроде как небольшая встреча друзей, я стараюсь выбирать, что, о чем говорить, какие тренды рассматривать, что для нас важно, что нас волнует. Опиралась как раз вот на этот опыт, на то, что я вижу в своей повседневной практике, о чем мне хотелось бы с вами вот как раз сегодня поговорить, обсудить. Потому что трендов на самом деле в веб-разработке как-то неисчерпаемая тема, если мы начнем и не закончим там, я не знаю, первому мая. Поэтому история номер раз, на которую мне хотелось бы обратить ваше внимание вот прямо сегодня. Мои коллеги, наверное, не дадут соврать, я говорю об этом всегда, когда что-то называется, дрываясь до микрофона. Потому что это действительно вещь, которая начинает менять нас, начинает менять сеть, начинает менять наши привычки в интернете. Это то, что появляется такой класс пользователей, ну, интернета, каких-то интернет-продуктов, которые мы называем мобайл-онли. Это люди, которые выходят в сеть только с мобильных устройств. То есть у них нет компьютера. Ну, по разным причинам. Ну, или есть они ими не пользуются, или они не выходят в интернет, или выходят так редко, что сами забыли, как это вообще выглядит. Это очень существенный сдвиг для веб-продуктов, потому что такие люди, они думают по-другому. Они думают, что все, что они вот тут вот видят, там, какие-то вот эти маленькие штучки, это интернет. Нет никаких сайтов, нет ваших вот этих баннеров, там, еще чего-то. Этого для них не существует, они этого не знают. Вот что существует для них. Тут была прекрасная статистика с недавно закончившегося рифа, где глава ТНИАС рассказывал как раз последние данные по поводу этого. Ситуация, в общем, достаточно простая. Число этих людей в России растет год от года и достигает сейчас уже, сейчас мы попробуем досвидеть, 14% пользователей сети. 14% пользователей сети вообще не видят никаких десктопов никогда. Что они делают, эти люди, когда заходят в сеть? Тут тоже была прекрасная статистика. В принципе, презентация будет потом доступна, будут ссылки на все эти данные. Если вам любопытно, вы можете на них потом посмотреть. Но суть в том, что вот эти вот большие квадратики, которые показывают, что это большой процент времени, которое люди проводят в сети с мобильным устройством, они тратят их на такие вещи, как общение, вот это социальные сети, на такие вещи, как какие-то, вот такой развлекательный, как правило, визуальный контент, это видео и игры. И опять же на общение, только несколько в другом формате, на каких-то мессенджерах, платформах, если это мобильный интернет, и в почте, если это десктоп. То есть вот это три основные вида активности, которые, имея мобильный телефон, мы совершаем. Все остальное, как видите, занимает куда меньше времени. И именно туда попадает непечальный поиск новостей, что-то почитать новое, там, я не знаю, найти, куда пойти. Вот это вот все, ну, вот здесь. А основное, вот оно. И это трансформация, это очень существенная трансформация, которую мы не можем игнорировать, которая происходит вокруг нас сегодня, прямо сейчас. Она меняет и нас, меняет точно так же, как и наших пользователей. Что еще тут, какой еще тренд важный? Не расстают, да, то есть мы настолько приклеились к этой штуке, особенно жители городов, конечно, что тут вот смешная статистика о том, когда я задавал вопрос пользователю мобильных интернет, мобильных устройств, чего бы вы были готовы, что вы делаете первое утро? Ну, там кто-то курит, кто-то чего-то. 30, не видно, в общем, там 38, близко к 40 процентам. Первым делом берут телефон, проверяют, что там в интернете. Как правило, в какой-то сети ВКонтакте, Фейсбуке, ничего-нибудь. 30, по-моему, 8 процентов. Это очень много. Это привычка, это зависимость. И скоро, наверное, будут уже там анти-этих общество анонимных пользователей мобильного интернета. К чему это приводит? Как это трансформирует привычки людей в сети? Потому что привычки очень важны. Именно на основе них они действуют, когда попадают в какое-то новое пространство. Например, заходя на ваш сайт. Или, например, заходя на ваш какую-нибудь что-то. Есть группа, страница, неважно. Они все равно опираются на свои привычки. И вот из-за вот этих вот вещей, о которых я только что сказал, сформировались новые привычки. Компания Google провела в прошлом, по-моему, году масштабное исследование на основании пользователей своих, данных о своих пользователях, которые, вы понимаете, у нее тьма, которые пользуются именно мобильными устройствами при доступе в интернет. И выяснила, что люди, что опыт такой вот, да, мобильного интернета, он такой моментный. Все, что происходит там, это часто какой-то момент, потому что есть вот это, программисты называют это идлтайм, по-русски, я не знаю, по-русски аналогу. Но, в общем, это время, когда есть там свободные 5 минут почему-то, потому что в очереди стоишь, там, ездишь в липки, в пробки, или что-то задумался, устал, хочешь передохнуть, да, и вот эти вот моменты, они случаются с людьми очень часто. И именно тогда интернет приходит им на помощь. Какие-то могут быть ситуации, например, принятие решения о покупке прямо в магазине. Что делают люди? Приходят, смотрят, помню, так, не так, надо, нет, не надо, не надо. Меняют это решение. 82% пользователей мобильного интернета по результатам этого исследования Google в такую ситуацию попадали. То есть они меняли свое решение о покупке на основании того, чего тут, вот, вот, прям, тут, в телефоне, исходя, вместо прочитали. Что еще они делают? Помощь в разрешении затруднений. Когда мы что-то не знаем, до смешного доходят, кто-то, ну, начинает вопрос, там, что приготовить, что у нас есть на ужин, там, куда пойти, и заканчивая какими-то совершенно фантастическими вещами, но в ситуации затруднений это вот такой звонок другу, если там нужна какая-то информация. Поэтапное решение сложных задач, когда есть минутка. Мы ставим пробки, а понимаем, что, в принципе, у меня есть задача, там, ну, я не знаю, печку на дачу, да, там, скажем, организовать себе. Это может быть непростой, потому что нужно найти, выбрать материалы, там много каких-то действий. Но люди решают их тогда, когда у них есть 5 свободных минут, а не то, что мы сели, потратили там на ресерчек 2 дня. Пробуют новое во время рутинных задач. То есть, когда мы делаем что-то обычное, вдруг нам хочется передохнуть, хочется отвлечься, думаем, а почему бы не вот так, хоп-хоп, в телефоне проверили, вот оно, это хоп-хоп стало реальностью, моментально, тут же, не сходя с места. Я не даром повторяю вот эти слова так часто, потому что это как раз вот те вещи, которые действительно меняют. И, например, можно увидеть, как сама компания Google, они не просто привели это исследование, они тут же, вот прям не сходя с места, глядя на своих пользователей, пустили это в практику, например, я думаю, вы видели эту рекламу из серии, там, окей, Google, где тут ближайшие воздушные змеи, или что там они искали. Это вот оно, это вот эти моменты, то есть, это не креативщики Google придумали, там, из пальцев высосали, это вот основанная на данных вполне реальная вещь, и нам тоже надо этим пользоваться, если мы хотим делать что-то современное и актуальное. А что нам нужно делать? Нам нужно попасть в эти моменты. Вот к чему начинает сводиться наша коммуникационная задача, когда у нас так много мобильных пользователей. Мы должны вот раз и оказаться перед ними тогда, когда вдруг у них есть пять свободных минут. Эта задача попасть в момент, раскладываться на несколько компонентов. И один такой важный компонент, это, собственно, доставка контента. Я начинаю с нее, потому что, потому что контент у нас уже, как правило, сейчас, по социальному 2016 год, какой-то есть. Мы все уже чего-то делали в сети, ну, не все, то очень многие, да, мы там постили какие-то фотографии, мы писали какие-то новости, может быть, у нас есть сайт, может быть, у нас есть база данных жертвователей, может, еще что-то. У нас уже есть какая-то масса. Нам нужно просто со всей этой массой, как чертик от бакерки, нужно время расы доскочить перед нашим пользователем и сказать им, что-нибудь, привет. Для этого у нас должна быть техническая база, это должно быть технически возможно. Как это может быть сделано, какой-то тематичной основы, по же причине. Но наиболее частый вопрос, который я вот на сегодняшний день слышу, это что лучше сделать, чтобы попасть на телефон, адаптивный сайт или нативное приложение, да, нативное – это значит приложение, которое нужно устанавливать, там, соответственно, еще в магазина и что-то там с ним делать. Тут, к сожалению, тоже цифры, которых не видно, которые, на самом деле, говорят нам о том, что вы, делая такой выбор, нужно, на мой взгляд, все-таки опираться на логику пользователя, на то, как они действуют, как у них уже сложились какие-то привычки. Тут вот было бы видно, что вещи, связанные с коммуникацией, в первую очередь мессенджеры, еще, значит, какие-то моменты, связанные там с картами, в общем, с тем, где важна точность, быстрота, скорость и доступ к функциям устройства, эти вещи, конечно, люди любят делать через приложение, потому что это удобно, быстро и все хорошо. А вот эта часть, это контентная часть, то есть люди, когда ищут, где купить билет, куда пойти, туда-сюда, какие-то решают такие вопросы, там, скорее всего, они это делают именно на сайтах, потому что нет какого-то единого удобного приложения, ставят кучу приложений, что найти билеты мало кто, в общем, хочет и интересуется, но вообще, во всяком случае, не хотят этого в массе. И поэтому это, в основном, тут вот было бы доминирование сайтов, и есть некая часть, которая посередине, то есть не то, не все, например, соцсети. Соцсети заходят и так, и так. Поэтому, когда вы принимаете решение о том, что вам нужно, вы можете думать, опираясь, например, на вот эти паттерны, в какую сторону вам идти. Если у вас контент, например, какая-то вещь, связанная с контентом, с поиском, почитать чего-нибудь, это, скорее всего, будет адаптивный сайт. Если вам нужно более точное взаимодействие, вам важен доступ именно к функциям устройства, к камере, еще чему-то, чтобы человек физически что-то куда-то пальцем нажимал, тогда, скорее всего, будет приложение. Это первый выбор, который мы можем сделать, опираясь на информацию и данные. Собственно, вот тут у нас идет перечень этих самых форум. Две мы уже обсудили. Но что еще может быть? Из-за того, что люди присутствуют на вот этих вот каких-то платформах, по сути, агрегирующих, и присутствуют там активно, это соцсети, это какие-то сервисы по поиску чего-нибудь, но там хороший пример это R&B, когда мы ищем квартиру, там какой-нибудь travel, чего-то, не помню, комнату или что-то такое, когда мы ищем путешествия и так далее, да, то есть вот такие вот, которые собираются, всего-всего-всего, много информации по какой-то теме. Если мы в эту тему каким-то образом попадаем, нам необходимо уже там присутствовать, потому что наша аудитория уже там. И это уже такая форма некая абстрактная становится, потому что у нее нет конкретного какого-то воплощения, у нее нет там приложений, которые программисты сидели, поиски вверх, что-то пилили. Но это все равно форма доставки, именно контент, именно информация о нас, и она становится очень важной, ее нельзя больше игнорировать. Присутствие мессенджеров я выделила отдельно, потому что мессенджер – это такая развивающаяся платформа, некоторое время назад было еще непонятно, на что она оформится. Оформятся будут ли это какие-то отдельные именно приложения, будут ли это сети, либо их сесть в конференции с соцсетями, что там с ними такое произойдет. Но на сегодняшний день уже можно сказать, что все-таки это в какой-то мере… Давайте, ремонтаю все равно, что видно. В какой-то мере мессенджеры оформились в отдельные именно уже платформы. Иногда их даже называют, что это такой прообраз некой ОС, ну, операционной системы для мобильного. Да, мобильного. Почему? Потому что, ну, допустим, у нас в России еще это не очень развито, ну, скажем, в азиатских странах мессендж-платформы там чего только нет. Это действительно целый такой совершенно отдельный мир, потому что там все. Да, ну, и знакомства, и путешествия, и магазины, и все на свете, все это доступно в своих каких-то вот этих формах, которые там существуют. Я хотела бы обратить ваше внимание на такую форму существования внутри этих мессенджер-платформ, хотя мы можем, конечно, вести там чаты, мы можем вести там группы, это какие-то традиционные какие-то вещи, похожие на то, что мы делаем в социальных сетях. Но в мессенджерах есть новая форма, которую я хотела бы привлечь ваше внимание. Это чат-боты, ну, или просто боты, или роботы. В общем, еще непонятно, как они будут там однозначно называться, как у них будет каноническое название, но это не важно. Они появились вот совсем недавно, и это действительно то, что вот существует, вот прямо сегодня этим можно пользоваться. Мне кажется, почему это важно для некоммерческой организации, честно говоря, вот из-за этого последнего пункта в первую очередь. Во сравнении с разработкой мобильного приложения, боты это просто спасение, потому что, в общем-то, они могут делать то же самое, только в парфейке дешевле. Потому что это, ну, их просто, я не знаю, сколько раз проще сделать. При том, что есть и другие преимущества, например, бот может опираться на уже существующий у вас контент, на уже существующий у вас бэкэнд. Если у вас бэкэнд, это, ну, какая-то штука, которая работает у вас на сервере. То есть, если у вас есть сайт, например, у вас может быть и бот к нему вообще там безо всяких каких-то особо безумных затрат. Если у вас есть группа, к ней тоже может быть бот, который там что-то делает, подключает, там, у кого спите. Самое главное, что надо про него придумать, это что он делает. Вот, это самая, в общем, большая сложность. Все остальное уже существует технически. Я думаю, что боты, это такой будет аналог уже приложений, если мы возьмем мобильные платформы отдельно, то есть, это будет такое приложение в приложениях. Но именно из-за того, что их проще делать, что они такие смешные и любопытные, они будут развиваться, и они доступны для нас уже вот прямо сегодня. Вот можно сесть и, если вы хоть немного умеете программировать, то самому написать. Если не умеете, то можете написать задачу на эти волонтеры. Можно пример чем-то? Пример? Ну, да. Ну, пример, который персонально мне нравится, потому что он, как бы, имеет некоторое отношение, опять же, к некоммерческому сектору, как вы знаете, сблокированному у нас в официальном нейте. Библиотека FreeBoost выпустила бота, который дает доступ к книгам, которые у него там в библиотеке есть. То есть, вы ему пишите там, привет, хочу почитать там в Тругацких, а он нам, хоп, все, собране сочинений прямо в чате, прямо тут можете скачать, что вам понравилось в юкубе читать, прямо тут же, вот, не исходя с места. Примеры таких вот прям вот некоммерческих ботов у меня, к сожалению, нет в кармане, но вообще вот из того, что я видела, из того, что интересно, есть, например, бота, который подсказывает рецепт. И он очень смешной, ему можно написать что-нибудь такое, фик-чок приготовить, это фигник, который завалялся, например, в холодильнике, он вам что-нибудь отъедет. Ну, можно конкретно там, как сварить сосиски. Он вам про сосиски тогда напишет. Вот. Ну, какие-то вот такие вещи. Сейчас, поскольку функционал ботов, он все время развивается платформами, они все время добавляют какие-то новые функции, что можно делать, то становится больше возможностей у разработчиков, пока непонятно, как они будут ими пользоваться. То есть я не могу привести каких-то готовых примеров, потому что, например, последний аппетит телеграмм, айпи бота в телеграмм вышел там, типа, пару дней назад. Вот. И они добавили там какие-то кнопочки, чтобы можно было удобнее и быстрее отвечать. Они добавили специальную клавиатуру у бота свою, да, то есть вы можете запрограммировать какие-то простые действия, чтобы человеку не надо было писать на много-много-много букв, он может одну кнопку нажать и сразу ответить. Это очень удобно. Как этим будут пользоваться? Не знаю. Давайте придумаем. Будет весело, будет интересно. А как оно как приложение, телефон или как оно, как попадает оно в человек? Ну, вот это по факту, ну, вот если взять на примере телеграммы, хотя на других платформах это примерно так же, но может быть чуть-чуть есть отличие. Это просто чат, который существует внутри этой платформы, и в этот чат можно написать не только не все, что в голову придет, определенный набор команд. И в ответ на эти команды бот реагирует, а что-нибудь вам дает какие-то либо ответы, либо вопросы. Есть бот, который прогноз погоды, говорят. Или вот у нас на одном из хакатонов написали бота на основе открытых данных, который прогнозировал вероятность северного сияния в вашем регионе. То есть вы ему заходите, говорите привет, он по геопозиции определяет, где вы находитесь, и говорит, вероятность северного сияния сегодня в Москве, а у вас тут нулевая. Ну, извините, а если в Архангельске, то нет побольше. Ну, это, конечно, скорее шутка и такой, в общем, шуточный пример, но в то же время это вот просто демонстрация функционала, что это возможно. И главное, что вот видите, в чем мне нравится пример с флебустой, потому что доступ напрямую к сайту флебусты, он сейчас для нас затруднен, нам приходится выдумывать какие-то там обходные маневры. А с помощью бота мы можем это получить прям вот быстро, еще быстрее, чем было, еще удобнее, никаких, в общем, проблем у нас тут нет. Но пока, что называется, не знаю, сколько это можно говорить на камеру, пока растут надзор, что-нибудь новое не придумывают. Это хороший вопрос. Боты это то, что появилось вот только что. Поэтому, конечно, у их разработчиков встречается проблема с тем, как рассказать всем о том, что они есть и о том, что они хорошие, ими можно пользоваться. Это примерно такая же проблема, как продвинуть сайт и как продвинуть еще что-нибудь. Каких-то хороших работающих методов их еще нет, потому что это все нарабатывается, это все вот прям сегодня только что рождается. Поэтому тут, в общем, есть простор для фантазии. Могу сказать, что ну кто как. Какие-то наиболее популярные или крупные, там скажем, боты, или написанные каким-то компаниям, например, из бота гитхаба, они просто договариваются с телеграммом и те их сами пиарят, да, например. Кто-то пиарит это с помощью своей аудитории, рассказывает там в своих чатах, в своих группах, вот у нас есть бот, ну заходимте. Ну как пользователи флебусту узнали про этого бота? Ну они, конечно, все разослали, что вот у нас есть такая штука есть и все радостно ломанулись им пользоваться. Вот. То есть пока это все на уровне, что как придумаешь, так вот оно и будет. Поэтому я вас... Ну, пока абсолютно в базе своих пользователей разослала весьма. Ну а те уж раструбили. А дальше, что вам нравится. Раструбили, да. Но весь свет как смогли. Второй момент, который здесь важен, который, в общем, сейчас мы говорили о форумах доставки контента. Сейчас я хочу сказать о таких, скажем так, параметрах этой доставки. Это скорость. Скорость приобретает критическое значение. Почему? Потому что мобильный интернет, он в большинстве случаев все-таки медленнее, чем такой проводной. В большинстве случаев, потому что не везде, иногда бывает наоборот, но в целом все-таки. И это становится для людей критично, потому что им приходится ждать, а поскольку довольно часто непонятно, чего они ждут, то они либо отказываются и не продолжают дальше, если там что-то не работало, не загрузилось вообще медленно, либо это просто доставляет им мучения, потому что если это все долго грузится. Поэтому скорость становится очень важна. Причем я хочу сказать, что это такая субъективная скорость. Это не только параметры, которые мы видим в каких-нибудь отчетах типа Google Speed инсайд, который нам говорит, вот вас там страница загрузилась за 2 секунды, ура, все круто. Это все, конечно, хорошо и понятно, но важно именно вот это субъективное восприятие. Вот в этом контексте, вот в эти там 3 секунды свободного времени, пока я еду в лифте, вы успели ответить на мой вопрос? То есть скорость интеракции имеет значение, а не только что там что-то прогрузилось или нет. Хотя здесь график, конечно, скорости, который говорит о том, что, опять же, исследование, к сожалению, забыла, чье, я не могу поглядеть, показывает, что в среднем люди готовы ждать не больше 2 секунд. После 2 секунд тут поступает вот этот рост и уже все, все уходят, забывают. То есть если у вас что-то для мобильного грузии дольше, чем 2 секунды, оптимизируйте вот прямо сейчас и забудьте про все остальное. Это уже не так важно, потому что если человек закрыл и забыл, то не имеет значения, как там дальше все хорошо. С вопросом скорости некоторым образом связана такая штука, как кризис ожирения сайта, как назвал его один в общем веселый и добрый человек. Он связан с тем, что вот, например, в 15-м году средний размер страницы веб-сайта перевесил 2 мегабайт. Чего там на этой странице написано, в общем, не так важно. Почему? Потому что та же статистика говорит о том, что дальше первого экрана люди редко, очень редко заходят. Как правило, читают только заголовок. То есть, соответственно, чтобы прочитать заголовок, человек должен выкачать вот эти 2 мегабайта, иначе ему там ничего не это самое. На своем вот этом вот трафике, вот этой штуке, короче говоря, где у него заметим, есть ограничения по трафику. Потому что тарифы за рубежом особенно, ну и у нас уже тоже наши операторы к этому начинают переходить, они далеко не безлимитны. И вот это проблема, потому что очень часто у издателей, ну, может быть, некоммерческих организаций это меньше степени касается, но основной объем от этих 2 мегабайт занимает какая-нибудь реклама или что-то с нею связанное, даже не контент. То есть, это то, что людям вообще не нужно, они бы нужны на это качать. И пока это существует, естественно, что издатели не могут от этого отказываться, потому что это их хлеб, их жизнь, это, в общем, такой конфликт, который мы переживаем вот прямо сейчас. И пока непонятно, к чему это приведет, поэтому с одной стороны есть отблокеры, которые там с этим борются, но на мобильных пока еще так не очень есть, хотя есть попытки. А с другой стороны, теперь его вообще заклинило, потому что... А вот. А с другой стороны, крупные компании пытаются как-то эту проблему решить, чтобы не лишать себя и других, так сказать, рекламных доходов. Что они придумывают? Они придумывают, Google придумывал Accelerated Mobile Page, Facebook придумал свои Instant Tacticals, Apple придумал свои Apple News, Microsoft тоже там сейчас немножко подумает и тоже что-нибудь придумает. Для чего? Для того, чтобы это все ускорялось и быстрее доставлялось пользователю, несмотря на ограничения, несмотря на вес, то есть они придумывают какие-то обходные маневры, чтобы так или иначе завернуться, закрутить вот эти тяжелые элементы, которые мы вынуждены начать, сделать их быстрыми, доступными людям с ограниченными, так сказать, интернет-возможностями. Это тоже технологии, которыми мы тоже уже можем пользоваться для своих проектов, хотя пока не очень понятно, хорошо ли это и к чему это приведет. Ну вот, у нас немножко уже подходит к концу время, но я постараюсь рассказать о коммуникационной части вот этих вот вопросов, связанных с тем, что нужно попасть в момент. что становится важным и что становится ценным для некоммерческой организации, когда она вот пытается вот в этот момент ничего залезть. Противовес каким-то там коммуникациям, которые у нас, я даже не знаю, как это назвать, существуют, ну скажем в том, что можно характеризовать как медиа, СМИ, или что-то такое, да, ценность вот этого момента и ценность, которую мы можем предоставить нашим пользователям, заключается вот в этой коммуникации очевидца, заключается в том, что мы даем что-то настоящее, то, что мы видели сами. Это свидетельства, это какие-то там, это могут быть фотографии или что угодно, публикации, посты, которые вот подлинные, которые произошли прямо сегодня. Ну вот если, например, мы сейчас с вами сейчас сфотографируемся и опубликуем это, скажем там, не знаю, в Инстаграме тем же мессенджер и друзьям разошьем, это вот оно и будет, потому что это происходит прямо сейчас, это настоящее. Мы потом, будучи теплицей, будучи медиа, мы потом подготовим красивый отчет с фотографиями и все, но это сделано специально. И люди начинают чувствовать эту разницу, когда это сделано специально, если это специально, скорее всего, может оказаться, мягко говоря, неправдой. А другое дело, когда это вот, человек нажал кнопку прямо тут, и я вот прямо вот это вижу, если не в реальном времени, то с очень там небольшой задержкой. Ценность таких коммуникаций возрастает, и я думаю, что мы обязаны этим пользоваться, потому что это наше преимущество. Второй аспект, тут длинная цитата на английском, которая говорит о чем? О том, что многие такие контент-продукты, что ли, многие контент, какие-то элементы, которые создает некоммерческая организация, хотя этот цитат относится к определенному типу, который называется think tank, то есть это организация, которая производит всякие исследования, отчетки, что-то такое, но надо сказать, что практически любая организация в то или ином объеме производит, потому что мы хотим делиться какой-то вот этой рефлектирующей информацией о том, что происходит с нами в нашей области, в нашей отрасли и так далее. У нас у всех такая информация есть. Так вот, она довольно часто появляется именно в формате digital first. Что это такое? Сначала в цифре. Когда ее создают, когда планируют этот отчет, мы довольно часто думаем, что вот мы красивые буклетики напечатаем. И что мы с ними сделаем? Положим в стол директор, пускай сбывает. Сейчас уже можно говорить о том, что тренд сместился в сторону того, что мы думаем в цифре. Как нам это распространить? Как мы построим эти графики, чтобы было удобно тут видеть? Чтобы им можно было поделиться? Чтобы каждый компонент этого исследования отчета был, можно было там запостить в твиттер еще куда-то, чтобы это было модульно, чтобы это было реально там вышки мыли, сверстать и так далее. То есть происходит сдвиг туда, но на самом деле по факту он уже произошел, мы должны это наверстать, чтобы наши вот эти продукты, в первую очередь информационные, какие-то аналитические, но не обязательно, были более эффективными, чтобы люди им делились и рассказывали о нас. Второй момент, о котором тоже не могу сказать, взрыв вот этих мессенджеров, да, и вообще каких-то мобильных вещей, он к чему привел? Что люди вынуждены действовать физически, они нажимают пальцем, пальцем тупо неудобно, особенно писать. И поэтому они, что называется, разговаривают картинками, ну тут какие-то вот примеры у меня плохо видно, из снапчата, из там, чата в телеграме, из каких-то вот этих мемов, которые вот расплодились просто в огромном количестве, ну помимо всего прочего, помимо того, что это весело, любопытно, еще что-то, это удобно, потому что запустить картинку намного проще, чем что-то там еще писать, как будто роман. Но, в чем особенность этих картинок? Они имеют такой контекстуальный смысл, вот этот вот человек, в зависимости от того, как его употребили, да, он может иметь разное значение, разный смысл, хотя это одна и та же картинка, или еще что, лучше вот это, тут вообще что-то намалевано, боже мой, любой так схожет, но эти картинки наполняются смыслом, это часть диалога, часть вот разговора, который происходит. А что происходит на наших сайтах? Ну тут, надеюсь, вам видно, такой типичный визуальный ряд инкалор, такой среднестатистический. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, есть тут какая-то эстетика или нет, это не важно. Важно то, что в этом нет никакого смысла совсем. Что означает вот это вот инкалор, тут китру, что это значит, вообще ничего не значит. Людьми это становится, это отторгается все сильнее, сильнее, сильнее. Почему? Потому что они говорят картинками, а вы им подсовываете, что, что-то не такое, не настоящее, фейт, все, это не воспринимается. Чем дальше, тем сильнее будет восприниматься, тем сильнее будет отторгаться. Надо избегать это, надо учиться, включать визуальную область в коммуникацию, чтобы там тоже был смысл, чтобы ваши картинки что-то говорили, пусть они не обязательно будут прекрасные, снятые, я не знаю, какую фамилию употребить кем-то там, прекрасные, мы вообще-то Барфаэлем нарисованы, но чтобы в них был какой-то смысл. И последняя, наверное, история, которую я хотела бы рассказать, надеюсь, успею, это то, что происходит такая обратная петля, то есть то, что придумано дизайнерами для мобильных в плане дизайнов, в плане интерфейсов, в плане каких-то решений, которые мы принимаем, оно возвращается к нам в другие типы коммуникаций, в другие типы медиа, в первую очередь на десктоп. Почему? Потому что люди к этому привыкли. Они привыкли уже, у них эта привычка сложилась, они переносят ее с собой на десктоп. И мы вынуждены идти за ними, потому что это их привычка, они, что называется, короли. Тут просто такой пример, который не очень хорошо видно, но если вы с ноутбукой, например, зайдете на страницу New York Times, такую какую-нибудь внутреннюю статью, вы не увидите там меню. Хотя на самом деле частые вопросы, когда мы разрабатываем сайт, например, Куньсинкау, у нас на обсуждение этого меню тратится, я не знаю, полвремени отведенную на проект, что там какие пункты, а тут их вообще нет. То есть их можно вызвать, если найти вот эту маленькую кнопочку и на нее нажать. Но кто это будет делать? Да ее там не заметишь, не попадешь на нее, а если попадешь, там выводится, как простыня, вообще она мне сдалась. Почему это так происходит? Потому что исследования показывают, например, совершенно четко, что меню это последняя надежда. Когда человек уже нигде никак таким способом ничего не нашел, то он говорит, ну ладно, прицельюсь и попаду вот сюда. Вот что такое меню сегодня. Но это просто пример. Таких примеров сайт можно привести. А откуда это произошло? Это происходит с мобильного, естественно, потому что здесь просто некуда втыхнуть меню, ну как ни старайся. поэтому что мы должны сделать? Мы должны воспроизвести логику того, чего говорит меню человеку вот здесь прямо на странице, что у нас есть такие-то программы, у нас есть такой-то раздел, у нас есть еще что-то, все это туда внутрь встроить, чтобы в логике изложения это было присутствовать, можно было пальцем удобно, быстро и хорошо попасть еще желательно с картинкой, которая что-нибудь говорит. Это все нам вот сюда, вот обратно на десктоп вернулось. Вот это вот обратный эффект в этой петле мы вот сейчас наблюдаем и должны использовать. Поэтому если вы, например, переделаете свой сайт, оторвите от меня меню и не пожалеете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok